стекломат использую 300 у меня его в достаточном количестве его всегда держу то есть я его использую и сам и ребята периодически знакомые тюнингеры обвесчики приезжают за материалами то есть то смола нужно то стекломат также держу всегда в наличии аквикс клей потому что тоже он в хозяйстве очень хорошая вещь и нужен как мне так и роднее близким и знакомым периодически кто-то приезжает потому что у нас никаких леруа мерленов нету в ближайших 120 километрах магазин единственный где этими вещами торгуют поэтому мы тут своими силами спасаемся вот поэтому это все есть стекломат прежде чем рвать на куски почему рву позже скажу я его немножко мну руками то есть удобно сразу всю пачку пачка у меня идет рулон метр двадцать пять то есть 1250 миллиметров погонная ширина рулона вот я нарезал его по метру то есть если вы покупаете у меня стекломат вы покупаете не квадратный метр или там не 300 грамм да как в магазинах продают а 300 и стекломат у меня идет метр двести пятьдесят кусок то есть один метр двести пятьдесят сантиметров квадратных там плюс-минус потому что немножко там рука дрогнула там где-то может быть даже метра 300 купите потому что все это делать делается мной лично на столе обычно я за день нарезаю 100 метров в общем тот еще мазохизм выкладывается сразу стекломатом стекломат естественно уже промятый он более такой мягкий немножко уже волокна разошлись почему когда рвешь стекломат у него волокна примерно 6 сантиметров длиной вот все что вслеплено это примерно такие вот волокна такая волосинка стекловолокно вот они склеены определенным составом который смола размягчает если вы не помяли рукой его смола его размягчает то есть придает ему такую пластичность немножко дольше это потеря времени у вас смола может затвердеть пока вы все это мажете потому что вам нужно притрамбовать чтобы у вас вышел воздух чтобы ваш стекломат принял форму того изделия которое хотите получить ну и еще один момент когда вы рвете руками не режете то есть он уже нарезан у него и так еще уже есть несколько обрезанных грани это хуже когда вы режете например на маленькие кусочки у вас отрезки и от дальнейшего использования разлетаются вот такие вот частички они могут быть еще меньше еще меньше еще меньше где-то вы край прямо сам ответил может быть миллиметр это все потом втыкается в одежду в обувь в окружающие вещи и так далее то есть чем меньше частица тем и легче зацепиться где-то когда вы рвете руками стекломат у вас отлетают от него 6 миллиметров 6 сантиметровые вот такие волокна стекло волокно их видно то есть ты просто взял руку там она у тебя в смоле ты вот так ляп-ляп-ляп-ляп все это собрал перчатку вывернул выкинул ну и в крайнем случае видно где пропылесосить мелочь ей практически не видно я очень много одежды выкинул просто-напросто потому что если вы работали со стекломатом в футболке и резали его ножом скорее всего вводить эту футболку уже не сможете на следующий день потому что там волокно как-то так встает очень интересно но начинает вам прям не то что чесаться просто колоть вам кожу очень неприятно особенно где большие куски нужны руками просто рвете и все ну там квадраты разные какой вам по душе в принципе чем больше перехлёстов тем лучше то есть волокно на волокно заходит получается такая слой слоистая структура как выливать смолу стоит ли выливать целиком на всю банку сразу в принципе можно выливать если вы понимаете что вы делаете могут быть такие моменты чтобы просто вылить у вас здесь будет толстый слой а куда-то в другое место не хватит то есть где-то будет сухо где-то будет например наоборот много жидкости поэтому если вы чувствуете что успеваете вымазывать то есть уже небольшой опыт есть то мажьте все-таки кисточкой по кисточке еще могу сказать чтобы не расходовать кисточки купите просто ацетона вы одной кисточке сделайте полностью весь проект вот такая кисточка если мне не изменяет память стоит около 50 рублей магазине хорошая кисточка из которой не лезет ворса с удобной ручкой которую если нужно можно укоротить вот эта кисточка я не знаю сколько уже у меня я в итоге все-таки выкинул я прозевал там какой-то момент но после того как вы используете ее поработали если вы понимаете что вы вот сейчас бросите кисточку на произвол судьбы вы на сегодня например закончили и начнет там через час может быть там через полчаса через два-три дня отмойте ее просто в стакан какой-то налейте ацетона отмойте ее там ацетон можно переливать в банку в другую в которой он будет стоять а на дне осаждаться будет смола застывать и все равно будет у вас ацетон который потом можно будет быть инструменты опять кисточки другие в общем главное чтобы емкость была закрыта я не знаю может быть спутана немножко объясняю надеюсь всем будет понятна информация то есть вы кисточку помыли она прям сухая можно какой-то тряпочкой еще вытереть положил у нее чистая ворса утром приходишь берешь ее ворса немножко жестковатая но не слипшаяся то есть в ней нет смолы на ней там может быть какой-то тонкий-тонкий слой полиэфира и все вы ее просто там можете макнуть в ацетон еще разок она станет абсолютно мягкая либо можете прям сразу использовать это для вот таких кисточки кисточек которые имеют волосяную вот эту ворсу или лесочную или волосяную там абсолютно неважно она хоть леска хоть вот такая ворса типа шерстяной она всегда слипнется если вы бросите ее со смолой то есть если хотите сэкономить на кисточках просто ацетон мастхэв если хотите прям глобально сэкономить идете в ближайший я не знаю магнит какой-то гипермаркет том же леруа мне кажется может даже быть где продают посуду для кухни там где есть силиконовые формы где-то доски разделочные так далее и ищите кисточку силиконовую как она выглядит думаю объяснять не надо у нее пластиковая ручка и на эту пластиковую ручку одета силиконовая кисточка у которой такие как у кальмара щупальцы торчат это миллиметр толщиной ей работать немножко сложнее потому что вот эта ворса она не брызгает которая шерстяная она тонкая у нее нет способности брызгать смолой вы можете брызгнуть только сами когда рукой так резко дернете а вот этот силикон он немножко такой играющий и когда вы начинаете вот так притрамбовать стекломат он может брызгать то есть тогда приходится работать в комбинезоне чтобы на вас не летела смола иначе просто у вас все вещи футболки там одежда какая-то будет просто в каплях в смоле ребята поэтому делайте такой вывод но я понял что она избавляет от от огромного количества геморроя ее можно даже не мыть от смолы вы просто утром приходите у вас лежит такой комок вот так руками раз 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 смола вся просто слазит он очень жирный этот силикон она его просто соскакивает точно так же как вот с одним стаканом если кто смотрел я видео делал по стаканам но я когда купил мне два стакана обошлись что-то рублей 500 я понял просто что это вечная емкость для смолы вечно если вы его не потеряете не сожжете там не порежете он от смолы не испортится вообще ему пофиг просто на смолу на вот эту химию абсолютно не реагирует что происходит с ним вы работаете весь день на нем налипает смола стекломат он такой весь как ежик становится просто его бросаете утром приходите перед началом работы вот так рукой его просто помяли ну с перчатки естественно и просто вытаскивать оттуда в смолу вот это она лопается и все он чистый работаете с ним сколько замешивать смолы вот именно в этом случае я замешивал и по 200 и по 300 и по 400 грамм я все успевал вымазать не ни разу нами не зажилировалась это отлично хотя жара 36 градусов тени тут в автомобиле было больше самые внимательные обратили внимание что я работаю в респираторе почему я не работаю в комбинезоне потому что очень жарко ребята поэтому приходится рисковать кожный покров открыт глаза в принципе не сильно защищены только очки у меня мои вот эти стеклянные вот желательно чтобы все было закрыто то есть чтобы у вас смола как можно меньше на кожу попадала чтобы ваши пары от смолы очень вредные чтоб не попадали вам на слизистую то есть на глаза я думаю кто уже работал со смолой не даст мне соврать когда накапливается чрезмерная концентрация паров стирола в помещении у тебя просто начинает течь слезы почему это происходит он очень вреден вообще и он сильно раздражает нашу слизистую что говорить про легкие я но я думаю не надо говорить ничего потому что есть профессиональные болезни у тех людей которые работали на химии когда-то у шахтеров и так далее и тому подобное то есть все что мы вдыхаем рано или поздно она вылезет нам боком поэтому ребята респиратор 1300 рублей в любом магазине автомали но может быть полторы тысячи если хотите хорошо защитить то то маску полностью то есть тут респиратор тут стекло слизистая защищена полностью и комбинезон с перчатками перчатки резиновые на руки мокрые в них потеешь жутко ну ребята зато в безопасности и здоровье ваше всегда будет сохранности все пропитываем выгоняем весь воздух набираем толщину первые два слоя просто так накидывайте потом пропитать а потом вы смотрите на итоговую толщину сколько вам нужно дать слоев и погнали по слою по слою по слою накидывайте я большую толщину не стал набирать у меня где-то пош получилось где-то 4 где-то 6 миллиметров но для стелса желательно набирать 8-10 миллиметров я не стал столько набирать потому что видео снималось больше в образовательных ценам целях нежели для скажем так как изделия для клиента потому что это во первых автомобиль наш семейный во вторых видео снимал я для канала я вообще думал изначально сделать как бы такой курс по стелсу но что-то у меня последние дни руки как-то начали опускаться поэтому вот такой стрим ребята надеюсь вам интересно подойдет любой малярный скотч для полиэфирки чтобы не пропускал при нанесении любой подойдет чтобы не пропускал но есть последствия если ты будешь использовать фуфло если ты пропустил начало просто потом включи сначала и посмотри все что я объяснял про скотч я говорил какой ему какой нужно какой не нужно если хотите проблемы сбежать и нормальный скотч что был берите в малярных магазинах малярный это где авто эмали там действительно хороший скотч они фуфлом не торгуют потому что к ним перестанут маляр маляры ходить те кто ремонтирует машины поэтому они везут только хороший продукт а в хостоварах там не продают половую краску краску для стен и так далее там не скотч нам говно почему он потому что он используется внутри помещения обычно и там другой клей совсем вот палец видели есть помощники которые знают где лучше это братан по вашу вот поэтому скотч ну я вот то что у нас есть здесь наличие я купил сразу несколько рулонов это джета про так есть еще несколько скотчей но я имею еще пока не пользовался у меня знакомый использует разноцветный андрюха когда успел вообще галя ком без маски вообще пофиг вот здесь смотрите видите пятно мельтешит это вентилятор стоит то есть машина открыта дверями вся на улице стоит в открытом пространстве это не гараж это пос под солнцем вечером я видел но даже если все открыто полностью пары начнут поднимаются просто наверх а ты стоишь над ним они тебе поднимается просто вот выжигают просто глаза мы поставили вентилятор намного легче стало прям я почувствовал облегчение дыхательные пути закрыты но глаза нет это поэтому вентилятор прям спас и этот же вентилятор вот там сейчас стоит гудит спасает я думаю вам его тоже слышно мы продолжаем вот здесь здесь где побелело это уже смола встала то есть она застыла вот так это выглядит кисти с пластиковой ручкой некоторые разъедает да да лёш может быть запросто стаканы вообще топ макс я не нарадуюсь я их я во первых не жалею ни разу что взял два разных один 500 и другой 250 то есть если где-то небольшими объемами берешь маленький он удобный его и где-то приткнуть можно и засунуть там в кольцо в проставочное например отсюда засунул стакан а с этой с этого кольца на при руки суешь стакан и пропитываешь а большой больше вот для стелсов для каких-то объемных работ для первой пропитки например когда лайкар много-много в себя впитывать смолы это очень классно вообще вот она уже пропитана я думаю видно форму вот этот пиптик посередине он крепит непосредственно стелс я уже его как вы видели просверлил прикрепил держит офигенно вот я думаю еще вот здесь где-нибудь по по краям шумки еще наклеить поролоновой какой-нибудь я думаю вы видите да как он сложно достается при том условии что у него такой нормальный конус вот тут затык даже не в этом а затык вот здесь вот здесь получилась ступенька то есть чтобы его легко доставать эта ступенька не должна упираться нужно спилить вот так но прежде чем это все спилить его нужно сначала достать а чтобы достать мешает вот это и мешает вот эта штука то есть если вы хотите безболезненно доставать такую чашу вот эту штуку спилить вам придется ну и как-то потом крепить по-другому я решил автомобиль оставить стоки поэтому вот такой геморрой поимел для этого как бы снимаю чтобы делиться опытом видите да он там упирается в углу а так отстал в принципе все уже болтается какая-то часть скотча остается на кузове какая-то часть остается на каркасе вот такая чашка получилась а тут буквально ну я не знаю сколько процентов 70 скотча осталось на слепки тут вот немножко смолы видите да она протекается таки через скотч поэтому если хотите чтобы она протекала либо не надо несколько слоев клеить либо очень хорошо при трамбовывать именно чтобы он не в натяг был скотч натяг он сразу создает какую-то пустоту такую волны и так далее и ну вот 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 Продолжение следует...